Спасибо всем, кто пришел. У меня повод такой двоякий. Я, во-первых, рад сюда приехать в Санкт-Петербург и стараюсь это при каждом удобном случае делать. Кроме того, я некоторое время назад стал начинающим писателем, написал книгу, и она называется «Все, что движется», и началось там про то, что мы познаем Вселенную, наблюдая за движением одних частей, догадываясь от других, а потом, значит, как бы это выразиться, логика сюжета какая-то, я не знал, чем я закончил, увлекла меня, соответственно, не только в широкие стороны, в расширяющей Вселенную, но и внутрь материи. Получилось то, что я, как мне показалось, придумал что-то про то, как рассказывать про квантовую механику, чего раньше нигде не видел, может быть, кто-то такое делал, но я нигде не видел, и раньше такого не умел. А потом, в 2022 году, во второй вторник-октября присуждал, была объявлена Нобелевская премия по физике. И Нобелевская премия по физике была за эксперименты по экспериментальному выяснению структуры реальности, и это такая сложная вещь, там вышел человек, представитель Швецкой академии наук, и стал объяснять публике, коротко так, минут за семь, профессионально очень, за что премия. Ну, и я выяснил, что он просто пересказал часть моей главы 11, так кратко. Вот, а книга вышла недели за три до этого, я, конечно, всем друзьям шутил, говорю, ну, это правда, среди шведов многие знают русский язык, это что, истинная правда. Кроме того, какую-то премию, я не помню, по-моему, не физику, а медицину, объявляют традиционно, объявляют и по-русски тоже. Значит, вы час выдержите, я постараюсь ложиться в 55 минут, через некоторое время здесь, наверное, станет невыносимо душно, но посмотрим. Значит, о чем я хочу поговорить? Я хочу поговорить о том, что на квантовом уровне у нас есть теория, описывающая микромир. Да, вот это то место, где мы выступаем, вот оно, куда мы все собрались, и вот они тоже здесь всегда участвуют. Вот, но мы, правда, как-то смирились, скоро сто лет квантовой механике, что мы плохо понимаем, какова реальность. Значит, мы привыкли к реальности очень однозначного свойства. Вещи существуют независимо от наблюдателей. Я, когда сюда пришел, здесь были стулья. Я точно сделал вывод, что они здесь были до того, как я их увидел. Ну, прям, я в этом совершенно уверен. Я не создал стул тем, что... Я его цвет не создал тем, что на него посмотрел, а мы увидим, что в квантовой механике происходит что-то близкое к этому. И наблюдения в обычной жизни, в обычной, а не в квантовой механике, выявляют уже существующие свойства. Этот группа концепций называет словом реализм. Еще вторая группа концепций, которая говорит о том, что то, что здесь, не зависит от того, что очень далеко и было или очень недавно, или даже прямо сейчас. Я воспользуюсь случаем, это прекрасная фотография, которая учит нас некой скромности. Она сделана зондом Кассиния, из-под колец Сатурна, а это Земля вместе с Луной. Вот. Ну, просто приятно, что мы все там, все, все, все. Вся история человечества, все злодеи, все хорошие люди, плохие, все вот там, на этом совершенно несущественном штучке. Но мне сейчас главное другое. Вот. Мне главное, что люди, сидящие там, не могут мгновенно воздействовать на этот аппарат. Туда свет сколько-то идет. Ну, можно посчитать, там, час, что ли. Вот. Ну, вот. До Земли я помню сколько, помню сколько астрономических единиц. Ну, что-то такого типа. Есть максимальная скорость передачи любой информации. И поэтому ничего вроде бы не должно происходить так вот, через скачком, через ничто и мгновенно. Это называется, там, это широкая группа концепций, она укладывается в слово локальность. Вот в квантовом мире, где мало, где маленькие, достаточно простые объекты, с малым числом степеней свободы, то есть такие, ну, которым тяжело живется, такие обездоленные, обездоленные объекты. У них мало возможностей. Электрон там не может к вам ни правым боком повернуться, ни левым боком не почесаться, ни фломастером нельзя значок поставить. Вот. Вот эти вот объекты демонстрируют, значит, квантовое поведение. И вообще-то квант, поскольку внутри нас и вообще все, что нас окружает, все квантовое, то оно отвечает за все. Солнце горит, потому что есть квантовая механика. Это была загадка, когда уже что-то поняли про ядерную физику. Ну, долго была загадка вообще, откуда солнце берет энергию. Когда поняли про ядерную энергию, долго было, некоторое время была загадка. А вот как это вообще получается? Значит, там два аспекта. Из-за того, что квантовые штуки могут проходить через стену, ну, только не по желанию. А вот раз, и я оказался в той комнате, но я не знаю, когда я это сделаю. Я должен, если я квантовый объект, я должен метаться туда-сюда, и, может быть, с некой вероятностью там окажусь. На солнце прямо нужно проходить через потенциальный барьер кулозовского отталкивания. Там эта вероятность мала, но она не нулевая. Из-за этого, раз, солнце горит, два, горит, ну, все звезды тоже горят, не сгорают мгновенно, а растянули удовольствие там на столько миллиардов лет, что даже мы здесь завелись. Это прям квантовый эффект внутри солнца. Ну, и вся там, вся история про зоны проводимости и всего остального, проводники, полупроводники, как на это все влиять, и куча других вещей. Это все квантовое. Я не буду в это углубляться, потому что это предмет отдельной лекции, к тому же в этом плохо разбираюсь в технологиях. Но, значит, куча технологий основана на нашем понимании квантовых эффектов. Но там, в квантовом мире, тот самый локальный реализм погибает. Хотите, я это немножко подвину, и вам... А нельзя? Нет, это нежелательно. Нежелательно. Операторы, операторы, это очень строгие люди. Они так все выставили, потом ничего нельзя двигать. Ну, хорошо. Значит, имеется нелокальный ресурс, который управляет, во-первых, возникновением свойств. Он нелокальный и управляет возникновением свойств на расстоянии как бы мгновенно. Он называется запутанность. Собственно, это главный герой сегодня. Значит, план на сегодня. Дурацкий карточный фокус, который будет метафорой, который я придумал, в общем, когда готовился, который будет метафорой квантовой запутанности. Никакая метафора не точна, но это такая... Ничего, метафора. Это сокращение квантовой механика. У нее там два главных свойства. Индотерминизм, это общее принятое понятие, а врождает слово, которое я придумал на книжку, писал, это лучше, чем некоммунитативность эрмитовых операторов произносить. Мне кажется, гораздо, и, честно говоря, гораздо понятнее. Запутанность. То, что Шрёдингер назвал словом фершрайнкунг, это такое вот, вот такое вот, вот что-то вот такое, как мне объясняют, за таки немецкого, если кто-то... Нет? 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 Никто не специалист по немецкому? Вот. Шрёдингер же перевел на английский entanglement. Русский перевод запутанность не самый лучший. Лучше был бы зацепленность. Ну, что есть, то есть. И Нобелевское время 22, и дальше как со всем этим примириться? Как там вообще жить дальше, и как людям в глаза смотреть? Значит, важный дополнительный вопрос, который вообще не на сегодня, но просто нужно знать, что он всегда есть где-то за кадром. Вот внутри все квантово, а мы такие большие, и не квантовые, классические. Непонятно, как это устроить. Значит, карточный фокус. Я буду его произносить, как бы говоря о картах, но имея в виду, конечно, опыты с электронами. Поэтому я буду говорить о картах, но когда я открываю карту, я буду считать, что это измерение. Ну, с электронами что-то делают, вот измеряют его спин. Значит, я делаю измерение, я открываю карту, и правила игры у меня такие, что карта может быть красная или черная. Ну, вот красная или черная. Сдали то красную, то черную. Сдали 50 на 50. Это аналог физической величины с двумя значениями. Забегая вперед, это будет спин. Но сейчас можно, в общем, можно дослушать карточный фокус и уйти. Потому что дальше будет только скучное пересказанное того же самого более формальным образом. Это, значит, две карты, два цвета. Два цвета. Это физическая величина с двумя значениями. Наблюдение выявляет, какое значение это в каждой сдаче. Значит, теперь запутывают два электрона. Я теперь двигаюсь дальше к запутанности. Мне нужно две карты. Мне нужно следить за порядком. Вот это и это для меня не одно и то же. Я понимаю, что когда мы играем, это одно и то же. Ну, вот я их на разные столы сдаю. Мне важно, что красные здесь, черные здесь. Значит, из этих комбинаций меня не интересует это и не интересует вот это. Я оставляю вот эти две, отдаю их квантовому крупье, квантовому крупье и прошу квантового крупье их запутать. Он сдает мне квантовые карты. Приятно врать, да? Я так чувствую, каким удовольствием я завираюсь. Но потом я скажу, что тут я, конечно, заврался, но квантовая механика так устроена. Я получаю две квантовые карты. Открываю их, конечно, не просто так. Я их открываю с помощью прибора Штерна Герлаха. Очень научно звучит. Если к вам кто-то скажет, то там спин электрон, и что-то вы скажете. Ну, я полагаю, определяете прибор на Штерна Герлаха, вы всегда сможете беседу поддержать. Смотрите, это на самом деле эксперимент двух людей, который сыграл очень важную роль в становлении квантовой механики. А потом, последующие почти сто лет, это парадигмальный инструмент во всех рассуждениях. Ставим прибор Штерна Герлаха, поворачиваем его на бок. Это такой вот, ну вот, в некотором роде наше все. Такой инструментарий. Значит, у меня же квантовые карты. Это, на самом деле, два магнита разной формы. Там неоднородное магнитное поле. Ничего особенного. Но я с его помощью открываю карты. Значит, сдают карты две, но я их кладу на два разных стола. Аня и Яша на разных столах. Как вы знаете, во всех этих квантовых информационных вещах, там везде Алиса и Боб. Алиса то делает, посылает Бобу сигнал, Боб что-то. Я когда писал книжку, я вдруг понял, что они меня дико раздражают, дико раздражают. У меня появились Аня и Яша, а потом друзья сказали, не переживай, когда Набоков переводил Юиса Кэрролла, Алису, он Алису перевел как Аню. Я этого не знал, но Аяш, потому что последняя буква в алфавите, у меня там еще далеко. Потом у меня появится Петя, потому что буква П, как я посчитал, ровно посередине между АЕ, если считать все твердые и мягкие знаки. Вот, значит, смотрите. Два стола сданы по карте, ну и они их открывают с помощью приборов Штерна Герлаха, конечно. И не два варианта возникают. То так, то эдак. Вот, то красный, то черный. Не обязательно подряд красный и черный, можно сказать, три раза подряд черный, черный, а тут красный. Потом, вот, 50 на 50, но в случайном порядке. Ну, пожалуйста, ничего особенного. Дальше еще раз, в очередная, значит, 20 раз так сделали, очередная сдача, карты лежат, они поворачивают приборы Штерна Герлаха на бок, ну просто на бок поворачивают. Ну, получают вот такие две карты, тоже красный и черный, но дамы, это метафора, но дамы получают, не короли больше, тоже красный и черный. Они, соответственно, вот как-то так вот в каком-то там порядке 50 на 50 идут. Они поворачивают приборы Штерна Герлаха третьим образом и тоже получают красную и черную карту, но другие. Как вы объясняете такой фокус? Карта не может быть королем, дамы и валетом одновременно. Вы подумаете, если вы так подумаете, то вы думаете точно как Эйнштейн, что действительно сдается не по одной карте, а по три. Только никогда не цитируйте меня, что я сказал, что Эйнштейн считал, что сдается по три карты. Это метафора, и я в терминах этой метафоры объясняю то, что считал Эйнштейн. Сдается по три карты, и король, и дамы, и валет. Ну, и понятно, что фокусник, который это показывает, Аня и Яша там вдоль, они, значит, ловко вытягивают нужную, а остальные, как и полагается, фокуснику прячут ловкость рук. Открывают требуемую карту, ловко прячут остальные карты, но на самом деле, конечно, история такая, под каким бы направлением прибор Штерна Герлаха не положить, там что-то свое, поэтому нужно сдавать целую колоду и даже бесконечную колоду. Ну, это такая мелочь, подумаешь, бесконечная колода. Но, значит, Эйнштейн вот так вот думал, правда. Квантовая механика, это была метафора, опытный фокусик, наверное, показал бы, ну подумаешь, там действительно три карты подменить. Но Эйнштейн, правда, думал, в некотором роде, что там три карты, а там одна. Квантовая механика показывает аналогичный фокус, и величина, которая принимает два значения, такая парадигмальная квантовая механическая величина, спин электрона. Значит, там можно обсуждать, что это, важно, что у электрона от рождения и пока он существует, есть величина, которая обладает следующими свойствами. Это что-то вроде маленького магнитного моментика. Чтобы ее спросить, какая она, вы должны выбрать направление, ориентировать прибор Штерна-Герлаха, извините, вдоль этого направления. И получить бы, может, только один ответ, плюс один или минус один. Там, на самом деле, плюс половины постоянной планки или минус половины постоянной планки, мне это совершенно не важно. Важно, что два противоположных и никакие другие. Значит, величина принимающего значения спины электрона вдоль какого-то направления, но только какого-то одного. И значения спины вдоль разных направлений не могут существовать одновременно. Электрон не может одновременно быть наделенным спином в этом направлении, плюс один и любым, минус один, плюс один в другом направлении. Это аналог того, что карта не может быть королем дамы и валеты одновременно. Эйнштейн все-таки считал, что сдается по целой колоде. Что электрон несет с собой вот колоду, где все это записано. А квантовая механика говорит, что нельзя. Это вот то, что говорит наша квантовая механика. А Эйнштейн считал, что можно. А как иначе объяснить этот фокус? Но квантовая механика говорит, что эта информация, вот эта вот колода карт, не помещается в обычной квантовой механике. Следовательно, говорил Эйнштейн, он назвал их скрытыми параметрами. Это то, что находится за пределами нашего знания, нашего понимания квантовой механики. Следовательно, если там есть что-то еще, что наша теория не ухватывает, квантовая механика не полна. Нобелевские эксперименты 1022 года говорят, что карты все-таки волшебные, по колоде не сдается, локальных скрытых параметров нет и неполноты квантовой механики не видно. Сейчас будет скучная часть, а последняя часть будет, как нам вообще с этим жить. Но это было такое введение ко всему следующему. Теперь такая дедуктивная, дидактическая часть. Нужно два главных свойств квантовой механики. Первое, нет однозначных исходов. Вы готовите систему в одном и том же состоянии, в одном и том же, идентично. И даете развиваться во времени. Эффекты разные. Парадигмальные. При повторных испытаниях одна и та же система ведет себя по-разному. Случайно выпадает один из какой-то исходов. Самый главный пример радиоактивный атом. Вы берете миллиард атомов и известно, что через три часа половина распадется. Ну почти точно половина, если особенно много атомов. Но возьмите, ткните вот в этот атом и смотрите на него. Он может распасться через минуту, через секунду, через год или через тысячу лет. Может. И это ему никто не указ. И он не старится. И когда у вас через три часа половина распалась, вы вашему другу отдали половину оставшегося. И сказали, смотри, через полчаса у тебя половина распадется. Для него они все новые. У них нет возраста. Он получил сколько? Когда у него останется половина, вроде они уже сколько-то жили. Он отдаст это еще кому-то и скажет, смотри, у тебя через три часа половина распадется. Они делают это случайно и выдерживают только вероятность. И второе. Это вражда. Это наикратчайший экскурс в квантовую механику. Индотерминизм и вражда. Есть запреты на одновременное обладание свойствами. Это прямо очень странно. Ну то есть, к объектам не прикрепляются все их свойства одновременно. То есть, в реальности как бы дыры какие-то есть. Понимаете? Вот у стула, например. Я начал со стула. Как бы нет цвета. Не то, что у него фабричная покраска, которая мне не нравится. А нет цвета. Для обычных предметов и обычных вещей это себе представить невозможно. Основа этого явления в том, что между парами квантово-механических величин имеется то, что называется вражда. Это математическое отношение, которое строго и навсегда запрещает им иметь одновременно точно определенные значения. Например, положение вдоль какого-то направления. Вот координаты в этом направлении. И скорость точно в этом направлении для электрона не могут быть точно определены одновременно. Не могут и все. Ну не могут. Из-за этого нет движения по траектории. Потому что он не может находиться в точке и куда-то двигаться. Вот это вот очень классный пример. Мы все состоим из атомов. И на постоянной основе электрон в атоме обладает постоянной энергией. Постоянная энергия электрона в атоме запрещает ему обладать определенным положением. Электрон в атоме, находящийся там на постоянной основе, не обладает свойством занимать какую-либо точку в пространстве. Никакую. Никакую. Он не обладает свойством находиться в какой-то точке. Вы меня спросите, где он. Я не знаю, где он. Я не знаю. Потом вернемся к интерпретации квантовой механики. Квантная механика вообще не интересует. Она не занимается тем, что в пространстве и времени. У него нет этого свойства. Представить себе этого нельзя. Иногда говорят, что он находится во всех точках сразу. Но это гораздо лучшее высказывание. Потому, что это довольно бессмысленно. Что значит это точечная частица? Ему запрещено. Математически запрещено иметь свойство находиться в какой-то точке пространства. Не все свойства прикрепляются к объекту одновременно. Не в атоме, пожалуйста. Я могу организовать электрон с определенным положением. Так по очереди можно. А сразу некоторые свойства нельзя. Как в таких условиях бесчеловечных описывать квантовый мир? В 20-х годах, скоро 100 лет, была создана квантовая механика. Но можно точно удивляться, что это придумали и что это работает. Значит, было первое решение, к которому я сейчас вернусь. Для меня сегодня главная волновая функция и правила Борна. Ну, перед волновой функцией была матричная механика. Матричную механику придумал Гензенберг. В 25-м году он был совершенно мальчишкой. Только что завалил, почти завалил экзамен по экспериментальной физике. Не мог ответить ни как телескоп работает, ни как микроскоп работает. Вот. Кто-то из его коллег, кто его лучше знал, вмешался и попросил Вина, Ломберевский лоярд, поставить ему, грубо говоря, трояк. Потому, что типа парень способный. Вот. Шрёдингер был постарше человеком. И он очень большое внимание в жизни уделял не только в антомеханике, но и сексуальной стороне жизни. Вот. Ну, очень большое. Вот. Что, конечно, отразилось на его, в общем, некоторые работы он не мог взять. Потому, что были места, где появление все-таки с двумя женами было бы явно чересчур. Вот. И у этих людей была очень разная история. Сегодня был постарше. Гайзенберг во время Второй мировой войны возглавлял атомный проект немецкий. И скоро выйдет книжка в русском переводе про то, как его бывший друг, голландец Гаутсмит, изобретать открыватель спина, возглавлял научную сторону команды, которая охотилась за немецкими учеными. Вот только что Франция, тут еще нацисты, тут американцы, тут англичане, тут какие-то французские войска, тут, значит, надо с русскими имеют контакт. Вот. И вот они ездили и, значит, их там быстро-быстро выясняли, что они там сделали в смысле бомбы. А Шрёдингер в 33-м году вышел на улицу, он имел привилегированную позицию в Берлинском университете. Кафедру Макса Планка занимал, не больше и не меньше. Он вышел на улицу в 33-м году, увидел, что творится, и уехал из Берлина, бросив свою позицию и больше не возвращался. Нацисты вымрали из аналов Прусской академии НУК два имени. Все знают, что это был Эйнштейн, но второй был Шрёдингер. А Гайзенберг же, у него был другой взгляд, он считал, что я нужен Германии. Он так считал и перед, и в самом начале Второй мировой войны, и после Второй мировой войны он тоже говорил, я нужен Германии. Вот. Ну, вот две разные судьбы. Макс Борн, который мы сейчас будем вспоминать, он также, кстати, был постарше. Все остальные были мальчишки, Шрёдинг был старше, и вот, пожалуй, Борн был старше. Что такое волновая функция? Значит, здесь было объявлено, что то, что нам нужно, это нам не нужно. Нам нужна волновая функция и правила Борна. Волновая функция – это такой список возможностей. Здесь очень формальная запись. Пусть есть какой-то список, например, точки в пространстве, где мог бы, наверное, оказаться электрон. Волновая функция – это список этих точек, каждый со своим числом. Вот точка 1 с какое-то число, точка с каким-то числом. Так, конечно, никто не пишет, даже я. А пишет, что очень красиво. Эти вот точки берут такие скобочки, а числа вот здесь вот к ним ставят. И так вот складывает много-много как бы возможностей. Знак плюс надо воспринимать серьезно. Если у вас один такой список и другой, вы можете их сложить. Первый, например, умножив на 10, это будет что-то значить. И вот это здесь сказано. Один набор можно складывать с другим. Можно умножать на числа, пользоваться обычными правилами. Ну, вот на языке моих карт здесь ничего страшного не произошло. Здесь просят какие-то значения чего-то. Ну, просто карты веселее. Вот здесь вот с какими-то числами. Вот сами эти штуки, вот того, что внутри, не складываются. Точно так же, как то, что у вас есть тройка и семерка на руке, не означает, что у вас есть десятка. У вас есть тройка и семерка. Вы можете спросить себя, а что означают эти числа? Не означает ли они число карт? Нет, они не означают число карт. Эти числа вообще не целые. А там дробные, положительные, отрицательные или хуже того даже. И волновая функция, вот это вот, вот это такое явление. Это что-то вроде, это как бы одна карта, которая до некоторой степени играет роль целой колоды. Но у нее, как у электронного атома, нет свойства находиться в определенной точке. У нее нет определенного значения. Это список всех возможностей сразу. Одно только упоминание, потому что это мило. Это ровно причина, по которой квантовый компьютер такой мощнее, в своих известных алгоритрах, мощнее обычного. Потому, что у него все это держит сразу, вот прям все. Он со всей бесконечной колодой, пользуясь моей метафорой, оперирует. Они с одной картой по очереди. Вот поэтому квант, ровно поэтому. Это прям настоящая волновая функция, не смотри, что здесь карты. Здесь можно разное писать. Шрёдингер угадал уравнение для того, как эволюционирует волновая функция. И оно, увы, увы, детерминистское. Это значит, что если волновая функция известна сейчас, известна энергия системы, волновая функция сейчас, известно, какая она будет в будущем. Вы меня спросите, я же вам обещал предотерминизм, что можно только вероятность предсказывать. И тут Борн и говорит, появляется Борн, там была сложная история, и говорит, смотрите, вот вам дана волновая функция. А возьмите это число, возведите в квадрат. Это будет вероятность того, что случится бубновая тройка. Ну, там по модулю в квадрат, можно думать, что просто квадрат. Возьмите это число, возведите в квадрат, это вероятность того, что у вас семёрка. А, соответственно, вот это число, то, что у вас дамы пик и так далее. Вот, если вам дана такая волновая функция, то это не совсем физическая вещь. Вы не можете её увидеть, вы не можете её измерить, померить. Вы предполагаете, что она есть, что она эволюционирует по времени, откликаясь на энергию вашей системы. А эти штуки вы можете узнавать только приблизительно. Вам нужно 100 тысяч опытов сделать. Ну, и по тому, насколько часто выпадают, они примерно узнать эти числа. Но здесь есть вот какая загадка. Вот здесь есть слово случиться. Что значит случиться? Что значит случилась одна возможность? Понимаете, пока у меня карты, вот такая странная такая комбинация карт. Казино подходит ко мне и говорит, так, нужно определиться. Одну карту. Я смотрю, какие у меня там числи, с какой-то вероятностью вынимая одну. В природе нет никакого казино. Нет в природе казино. Эти числа живут по своим законам, подчиняясь уравнению Шрёдингера. Напомню, что это вот здесь нет. Это прям настоящая волновая функция. Ну, вот здесь не важно, что сюда ставить. Это какие-то возможности. Это могут быть точки в пространстве. Могут быть какие-то другие значения. Мы вообще говоря, мы всегда могли бы обозначать число 5 яблоком. Но мы просто так не делаем, потому что это неудобно. Ну, неудобно. Потому что груши – это число 6, а чем число 5 с половиной. Но вот так вполне можно писать, и у нас будет похожая запись. Традиционный рассказ. Говорит то, что случается, когда мы что-то измеряем. Оказывается, говорит нам Нильсбор. Не Максбор, у нас совсем другой человек. Нильсбор и другие. Вам нужен прибор, но только большой, не квантовый. Какой-то большой прибор Штерна Герлаха. У которого нет этого свойства. Там вот быть в сумме разных возможностей. Которые однозначные ответы вам дают. У него стрелка вот здесь и здесь. А не смесь разных возможностей. Тогда вы им пользуетесь, и эти числа, каждый возведенный в квадрат, определяют вероятность, с которой что-то случится. И кроме того, говорят они, происходит следующий удивительный эффект. Вот у вас до того, как вы воспользовались прибором, была вот такая волновая функция. Вы измерили, а оказалось, что электрон в точке 99. Ну там туз, туз там трифовый у вас выпал. Все, все остальные возможности исчезают. Они перестают быть актуальными. Происходит схлопывание волновой функции к одному, к тому, что теперь в ней упомянуто. Это упоминание. У нее теперь упомянута только одна возможность. Как если бы вот дамы пик, вдруг все исчезло. Значит, с этим это... Нет хуже объяснения в науке, наверное, потому что это не объяснение. Никакого казино нету. Электрон и любая другая частица просто взаимодействует в приборе, в любом, с другими электронами, фотонами, с чем угодно, по правилам квантомеханики. Откуда он знает, что мы с вами сейчас решили измерить его спин, взяв прибор Штерн и Герк? Да ему на это наплевать, он ничего этого не видит. Он там продолжает взаимодействовать по своим законам. Почему он выходит из подчинения уравнению Шрёдингеру? А тут и дополнительный аспект стоит в том, что этот схлоп у меня, вот это, математически, математически, оно же это унитарность, не может описываться уравнением Шрёдингера. В результате, с одной стороны, Шрёдингер изобрел, как развивается все во времени, а с другой стороны, приходит Макс Борн и говорит, значит так, вероятности, они срабатывают когда-то, когда непонятные какие-то, мы договариваемся с тобой, что мы, оказывается, что-то измеряем. Электрон как-то об этом узнает, и тогда выплевывает с вероятностью, но тогда волновая функция в этот момент не подчиняется своему уравнению. Она схлопывается к тому значению, которое мы измерили. Во всех сложных случаях мы тренируемся сначала не на людях, а на кошках. Шрёдингер про кошку, вот, собственно, это была история, странность этого, и есть кошка Шрёдингер. Берем волновую функцию, в которой две возможности. Это прямо спин, там два значения спина. Ну, можно было спин рисовать, но так карта же веселее. Каждая с 50% вероятностью. Почему? Потому что здесь числа одинаковые, здесь число единицы перед этим, и здесь число единицы. Эволюция системы. Да, еще у меня есть детектор. Вот детектор, который детектирует, открывает эту карту, грубо говоря. И какую-то возможность выясняется. Сначала детектор находился в состоянии готов. И под управлением уравнения Шрёдингер он разбился в два. Если он натыкается на эту, то детектор показывает, у него там два деления. Черное. А если он открывает это, он показывает красное. Приборы Штердингер-Герлаха, честные слова, то же самое, только скучнее. Там спин вверх, спин вниз, и какие-то пятна на экране. Но дальше. Показатель черный. Стрелка сдвинута сюда. Инициирует распыление яда. И кошка быстро умирает. Теперь, включив в эволюцию кошку, забыв про детектор. Пока у нас волновая функция к ней, никто не притрагивался. И она еще содержит в себе все возможности. Это электрон, а это кошка. Электрон влетает в домик, в кошачий домик. Значит, с этим садистским приспособлением. После чего, мы вроде кто-то, не очень понятно, кто измеряет спин электрона. И кошка оказывается в том же состоянии, в каком она начинает участвовать в этой смеси. То есть, она не жива и не мертва. У нее нет свойства быть живой или мертвой. В том же смысле, в каком у электрон нет свойства быть в одной точке пространства. И вот у этой странной комбинации нет свойства быть одной картой. Она не одна, пока что-то не случилось. У такой кошки нет свойства быть живой или мертвой. Что дико странно, потому что мы таких кошек точно никогда не видели. Промежуточное резюме. Эта схема. Уравнение Шрёдингер. Пока ничего не случилось. И правило Борное. Когда что-то не очень понятно, что случается. Вот так работает. Во множестве практических ситуаций. И нигде, как в квантовой теории, нет лучшего согласия, теоретического предсказания, экспериментального результата. 8, что или 9, теперь уже знак. Значит, это вообще баснословно. Ряд явлений был сначала предсказан теоретически, потом открыт экспериментально. Наша квантовая механика. Вот эта дурацкая, странная схема без ясной логики. Что значит измерение, чем управляется коллапс. Не может быть глубоко неверной. Ну не может, потому что она отлично работает, отлично предсказывает. Объяснения несостоятельные. Непонятно, что такое не квантовый измерительный прибор. Какой величины он должен быть. Если он из 10 протонов, он уже квантовый или нет? Это из 11. Где проходит граница между квантовым и не квантовым? Почему большие вещи оказываются не квантовыми? Что такое измерение? Это мы просто взяли и подвергли систему какому-то взаимодействию. А потом записываем что-то. Электроны про это откуда знают? Чем управляется коллапс? И дополнительный факт, я его скользко упомянул. Волновая функция ненаблюдаема как такова. И на нее нет ни прибора, ни способа на нее посмотреть. Кстати, вообще она не определена как в полифизическом пространстве. Это не волна, не магнитное поле, не похоже ни на что. Она определена в абстрактном математическом пространстве. Квантовая механика вот в этой схеме работает как оракул. Как оракул работает. Вы приходите к оракулу, даете деньги и спрашиваете. Ну, что у оракул спрашивает? Долго ли я про царство? Успешен ли будет год? Там еще что-нибудь. Оракул там чего-то там воскуривает и говорит вам, бойся того-то. Ну, все античные мифы как устроены. Он вам не объясняет, что случится. Он не объясняет вам механизма, как это будет происходить. Квантовая механика действует точно так же. Она дает предсказание, что вероятно. Предсказывание может только вероятность. Она их отлично предсказывает, отлично. Вообще игнорирует вопрос в том, что происходит в физическом пространстве. Где находится электрон. У него нет такой свойства ходить с точки пространства. Поэтому она даже не сдаётся вопросом, что он делает. Ну, и всё серьёзнее, потому что потерян локальный реализм. Это, собственно, на фоне этого ещё и запутанность. Запутанность. Мы, наконец, вооружённые знанием про квантовую механику. И уже её серьёзными вопросами к ней. Уже не очень понятно, почему она работает. Мы вернёмся к электронам. Это прибор Штерн и Герлх. Он буквально так работает. Электроны со спины вверх летят вверх. Электроны со спины вниз летят вниз. Мы набираем направление в пространство. Прибор ориентируем. Потом его можно на бок положить. Они, соответственно, будут вот так вот расходиться. Измеряем спин. Он всегда либо плюс один, либо минус один. Когда направление выбрано вертикальным, удобно писать вот эти. Это из серии обозначают число пять яблоком. Но вот здесь прямо вот так в научных статьях так пишут. Вот мы карты рисовали. Ну, ничуть не хуже и не лучше рисовать вот это. Прямо так и пишут. Смесь двух возможностей. Что он будет со спином вверх, что он будет со спином вниз. Вот. Спин это та величина, которая, я это очень коротко упомянул. До того, как мы сделали X во вражду. Которая враждует сам с собой. Он не может иметь одновременно значение вдоль разных направлений. То есть, он определен только вдоль одного направления. Это вот как карта, не может быть тузом, королем дамы валет и одновременно. Он всегда плюс один или минус один вдоль любого направления. Но только одного. Не пытайтесь, невозможно. Нет значения у спина вдоль разных направлений. У меня они всегда плюс один и минус один. У электрона они нормированы по-другому. Мне это совершенно не важно. Важно, что это два противоположных значения. И вот теперь Петя для нашей Ани и Яши делает запутанную пару, как квантовый крупье сдавал мне запутанные карты. Это еще не запутанные. Есть просто два электрона. Первый и второй просто так, для удобства глаза. Первый может быть. Он создает тут пару. И для этого есть методы. И вот Ален Аспе использовал очень дурацкий метод. Сейчас гораздо лучше. Ну, как обычно, он делал давно и тогда. И это казалось очень круто. Сейчас так больше никто так не делает. Этот имеет спин вверх, спин вниз. Ну, отлично. Разлетелись разные электроны в разные стороны. Возможно, другой вариант. Спин вниз, спин вверх. Могут быть оба вверх. А вот она и запутан. Вот наш герой на сегодня. Это абсолютно математически точное. Прямо абсолютно математически точное. Ничего другого нет. Честное слово. Выражение запутанного состояния. Смотрите. Про спин первый электрон ничего сказать нельзя. Вот он к Ане прилетел. Она... Вот давайте мы их создадим. Отправим к Ане и Яше. И в 50% случаев Аня встретит... Вот здесь коэффициенты одинаковые. Ну, в квадрате они одинаковые. Один в квадрате это один и минус один. В квадрате это тоже один. Она встретит вот это. Значит, она увидит спин вверх. По коллапсу волновой функции это тут же исчезнет. Ну, исчезнет. Вот не спрашивайте, как. Но вот это работает. Тогда у Яши останется, останется, останется спин вниз. Волновая функция сколлапсирует вот в это и останется спин вниз. В других 50% случаев Аня случайно наткнется на спин вниз. Тогда то, что в рамке умрет, по коллапсу. И у Яши сам собой, сам собой останется спин вверх. А Яша может быть уже на Луне или на Марсе, если успел их распределить туда. У него мгновенно там возникнет информация, передастся. Вроде бы мгновенно туда передастся информация, какой там спин. И хуже того. Зависимо от направления кажущейся. Математика этого устроена так, что вот эту комбинацию. Вверх-вниз, минус-вниз-вверх. Вы можете написать так. Вправо-влево, минус-влево-вправо. Вы можете написать его третьим образом. Там в кривь и в кость, минус в кость и в кривь. То есть любое направление выберите. И это значит, что если вот Аня свой прибор Штернгертл поворачивает под любым углом. Как угодно. И Яша точно так же ориентирует. То он увидит в точности, в точности противоположные значения. Если Аня измерит вниз, то Яша вверх. Если влево, то Яш вправо. Если Аня сюда, то Яшта. Если они ориентируют его вдоль одной и той же оси. И так далее. Не очень понятно, как в условиях вражды электронам это удается. Квантовая механика. В нее математически встроена вражда. Она запрещает электрону одновременно нести информацию о спине вдоль разных направлений. Но Аня и Яша могут выбрать направление для детекторов. После того, как Петя создал электрон. Электроны летят. Петя шлет им радиограмму. Они поворачивают. Это так и было в опытах. За которые Нобелевская премия дали. Только их звали не Аня, и не Яша, и не Петя. Они поворачивают детекторы и видят, что оно совпало. А если бы они повернули под другим углом, они бы тоже совпали. А как они знают? Они же согласованно это делают. Если Аня измеряет вперед вдоль какого-то направления, то у Яши автоматически будет назад. А если АА не измерят относительно другого, то у Яши будет относительно другого. То есть, получается, что Яшин электрон заранее знал, что нужно отвечать в зависимости от того, что ответит этот. Но он не может нести два значения спина. Эйнштейн в 1935 году сказал буквально так. Или электроны передают сигналы быстрее света. Там была чуть помягче формулировка, но смысл был такой. Или они заранее, они когда улетают, они заранее отягощены дополнительной информацией. Каждый знает, какой спин вдоль какого направления он предъявит, если его прибор Штерна-Герлаха об этом спросит. Но нельзя нести с собой знание о спине больше, чем вдоль одного направления. Это математически запрещено. Спин – это не число, это такая величина, что это математически запрещено. Эта информация не помещается в волновой функции, значит, квантовая механика не полна. The New York Times, статья Эйнштейна Подольцкого-Розена, ученые и двое его коллег обнаружили, что квантовая механика не полна. Хотя, пусть, пусть даже при этом и правильно. Это никто не читал. Даже во времена, за 80 лет до тиктоков, никто не читал подзаголовки. Все читали только заголовки. Эйнштейн критикует квантовую теорию. Все, в популярной литературе вы найдете теперь кучу, что Эйнштейн то ли не понимал, то ли не принимал квантовую механику. В общем, он сделал очень глубокий анализ и вот такую вот вилку. Нелокальность распространения сигнала в быстрее скорость света ему, как автор теории относительности, этому было поперек горла. Поэтому он сказал, значит, квантовая механика не полна. Если она не полна, то, повторюсь, электроны несут больше, чем известные нам квантовая механика разрешают. Шпаргалки несут с собой. В момент создания пары они получают готовый список ответов. Если тебя спросят от какого-то направления, скажи, ответь нужным образом. От шпаргалки требуется воспроизвести случайность. Поэтому от раза к разу, там Петер создает пару за парой, они случайным образом, неизвестным нам случайным образом, как-то договариваются каждый раз по-разному. Механизм этого нам неизвестен. Мы предполагаем это, чтобы объяснить вместе с Эйнштейном, объяснить, как этой электрону удается быть двум электронам, синхронизованным на далеком расстоянии. Случайность регулируется неизвестными нам механизмами, скрытыми параметрами. И никакие подробности устройства шпаргалки нам неизвестны. Наверное, лет 50 было, нет, ну 30 лет, да, лет 29 лет. Наверное, она может быть такой, чтобы имитировать оракул. То есть, правила Борна применяют к волновой функции. Но не было никаких средств выяснить, что это, как, есть они, нет, как эта шпаргалка работает. И в 60-х годах появляется Белл. Мне кажется, что неравенство Белла войдут... Вот черная дыра стала мемом. Все-таки научный дискурс, он же как-то проникает в общество. Люди знают, что квантовый – это круто и странно. Черная дыра – это черная дыра. Ну, там что-то еще такое есть, наверное. Кот. Кот. Ну, да, конечно. Я специально сказал – кошка, чтобы... Почему не кошка? Неравенства Белла войдут, станут мемом. Это способ узнать о существовании шпаргалки, вообще не делая почти никаких предположений о том, как она работает. Сколь угодно сложно. Идея. И это очень крутая идея. Задавать... Это очень крутая идея. Говорят, что в серьезных организациях, когда с вами беседуют, вот так примерно поступают. Но вам задают не только вопрос, на который вы отвечаете «да» и «нет». А вам дают немножко пробраться, отвечать как-то уклончиво, а потом анализируют степень вашего вранья. То есть, по нескольку раз спрашивают об одном и том же, и узнают о вас гораздо больше, чем... Это была метафора. Чем вы так бы рассказали. Значит, Белл сказал, что нужно задавать электронным вопросы не только по точной антикорреляции. Как у нас было? Туда-сюда. Вверх-вниз, вправо-влево у Ани и у Яши. А сейчас скажу как. Чтобы они отвечали немножко в разнобой. Затем анализировать статистику. Подготовка. Ани и Яша, вот это главное, рассогласовывают направление. Не вот так, а немножко вот так вот. Или сильно вот так. Рассогласовывают направление. Их результаты после этого не точно совпадают. Плюс один, минус один. Вдруг два плюса. Снова разные, разные, разные. Вдруг два минуса. Снова разные, разные, разные. Где-то здесь. Вдруг... А, да, еще, значит, где-то. Да, значит, вот, вот, как вычислить, насколько они коррелированы. Какая между ними все-таки степень согласия. Есть математический прием, очень простой. Ну, представьте, перед вами экселевская таблица. И вы сюда записываете произведение этих двух. Вот везде, где они разные, произведение минус один. А где они одинаковые, произведение плюс один. Причем плюс один может быть по-разному. Либо от двух минусов, либо от двух плюсов. Вот только это важно. Ну, и посчитайте просто среднее. Вот здесь среднее минус 0,77. Вот по этой вот строке. Здесь 26. 26 клеточек, как я посчитал, случайно. Ну, столько влезло. Вот. Ну, вы, конечно, делаете там опыт из 100 тысяч. 100 тысяч измерений, чтобы была хорошая статистика. Если на каждое плюс один здесь, вот здесь почти всегда минус один. На каждое плюс один минус. На каждое минус один, наоборот, плюс один. То в сумме почти всегда будут минус единицы. И среднее будет близко к минус единице. Если наоборот, не этот случай здесь. У Ани на каждый плюс один. У Яши то плюс, то минус, то плюс, то минус. То в среднем они пожрут друг друга в сумме. И получится что-то близкое к нулю. Эта степень корреляции зависит от того, насколько рассогласованы направления. Итак. Есть математические, очень простая школьная формула. Прямо вот можно по экселевской таблице. Вы записываете результаты и берете среднее. От произведения результатов у Ани и у Яши. Узнаете степень корреляции. Сначала Аня выбирает одно направление, Яша другое. И вы делаете 100 тысяч измерений и получаете некоторое среднее. Серия номер один. Серия номер два. Аня меняет направление на другое. Яша остается с прежним. Шаг номер три. Аня возвращается к первому. А Яша меняет на другое. Снова некоторое среднее. И наконец оба переходят на новые направления. Некое среднее. И дальше чудо. Берете вот эту сумму. Среднее по первой серии. Среднее по второй. Среднее по третьей. Минус. Среднее по четвертой. Эта штука это просто. Это прям просто. Не на сейчас, но это школьное вычисление. Ну почти. Не может быть больше двух. Она лежит в интервале от минус двух до двух. Вот лежит. Это называется неравенство Белла. Не важно как работает шпаргалка. Не важно как изощренно они между собой о чем-то договариваются. Корреляция. Вот сумма. Вот эта вот сумма в четырех случаях. Не может быть. Не может превысить двойку. А что в квантовой механике? Оракул что говорит? Оракул говорит. Максимальное значение по правилу Борной и по волновой функции. По Шрёдингеру вот там формализм есть. Он сложнее чем вот этот вот складывать таблицу. Он говорит что среднее это достигается максимум когда все углы равны 45 градусам. И оно больше двойки. Ровного в корень из двух раз. Корень из двух это ровно во столько во сколько лист А4. У него отношение сторон корень из двух. Вот во сколько длинная сторона больше короткая. И во столько же раз нарушается неравенство Белла. Квант и механика говорит что неравенство Белла нарушается. А значит нельзя договориться. Значит не сдается целая колода. Значит электроны волшебным образом разговаривают на расстоянии или происходит что-то еще. Они не несут с собой свои свойства сразу. А не договариваются об этом о своих значениях спинов заранее. Не несут все свойства с собой. А договариваются о своих свойствах не локально. Когда находятся на большом расстоянии. Ну а что хорошо у нас есть две концепции. Одно это предположение о скрытых параметрах. Которые выдает ограничение от минус двух до двух. И предсказание квантовой механики тоже теория. Которые люди когда-то придумали. Хорошо плохо ли мы не знаем. Ну мы догадываемся. Но давайте проверять. А в природе то что. Вот за это Нобелевская премия. Значит вообще когда Белл написал свои неравенства. Еще лет наверное 10 если не 15. Как-то это было теоретическое знание. Но не было еще возможности. Экспериментально это проверить. А значит вот опыты реально ставили с фотонами. Там немножко другая история. Там есть горизонт. Там две поляризации. Вместо спины. Горизонтальные и вертикальные. В общем все абсолютно то же самое. Опыты с электронами нарочно поставили. Но немножко позднее. Да. Показал опыт. Неравенства Белла в опыте нарушаются. Следовательно нет шпаргалки. Электроны не приобретают свойства в момент создания запутанной пары. Сохраняя корреляцию на любом расстоянии. Но правда правда правда. Нужно исключить лазейки. И это вот очень тонкий момент. Значит что если все таки. Я же делаю опыт здесь от здесь. Я же не слежу за тем чтобы они были очень далеко разнесены. А если какой-то неизвестный мне. Ну неизвестный. Я не всю природу знаю. Неизвестный мне обычный досветовой сигнал. Неизвестная мне природа. Но досветовой успевает передать от первого электрона второму. Я тогда буду его изучать. Как-то ловить. Открою новую часть мира. Нет ли коммуникационной лазейки. Я не все. Вот эти вот самые создания запутных фотонов. Они летят во все стороны. И далеко не всегда ловятся в детекторах. Нет ли путаницы из-за того что я учитываю не все. И наконец. Наконец-наконец. Свободен ли экспериментатор. Свободны ли они Яша. В том когда они говорят. Вот так выберу направление. Вот так. Вот так. Может быть ими руководит кто-то. Тот же. Теория заговора фактически. Тот же кто руководит и созданием запутной пары. Ну и были и другие лазейки. Были очень смешные лазейки. Типа ретро каузальности. Это вот что. Я даже не буду обсуждать. Просто чтобы вы почувствовали что здесь обсуждалось все что можно. Если в момент детектирования электронов они посылают сигналы назад по времени. К моменту создания запутной пары. Говорят по каким направлениям у них измеряют электроны. И разумеется в момент создания запутной пары они так вот делают. Так можно сдать любой экзамен. Вы приходите на экзамен. Вытягиваете билет. Видите какой он. Посылаете сигнал себе назад по времени. И накануне вечером быстренько этот билет выучиваете. Приходите сдаете экзамен. Это и ряд других экзотических возможностей я даже не буду обсуждать. Мы все-таки остаемся в таком мире более-менее реальном. Вот коммуникационная лазейка. Нужно исключить обмен сигналами между Аней, Яшей и Петей. В этих двух квадратиках выбираются направления для детекторов. Что если отсюда идут сигналы к созданию запутной пары. Отсюда между детекторами. Это диаграмма пространства-время. Это пространство. А сюда время течет. Делать нужно таким образом, чтобы даже если они хотят другу что-то передать, чтобы они промахивались. АСП, Лоббинский лауреат 2022 года, первым поворачивал детекторы, пока фотоны летели. Он вот это сделал первым. Вот это. Они летели 20 наносекунд. Нельзя повернуть детекторы за 20 наносекунд. За 10 оставшиеся. Он сделал хитрее. Там была вилка на два оптических пути. И в разных его плечах детекторы были уже установлены по-разному. Он переключал фотоны туда и туда. Да, неравенства было нарушались. Но переключения не были строго случайными. Ну, потому что он вообще, спасибо, что он хоть как-то сделал. Детекторы еще были связаны с регистратором совпадений. Иначе очень много мусора записывалось. И запись тоже не была независимой. Цайлингер, второй Нобелевский уград. Причем лет, точно не помню, лет 13, если не 15 позже. Могу ошибаться, но в общем порядком позже. В 1000 раз, ну там, в 100 раз увеличил. 20, а то уже микросекунды в пути. И для переключения использовались квантовые генераторы случайных событий. И не было прямой связи с детектором. Неравенства было нарушались. Но и тут был нюанс. Потому что детекторы фиксируют только 5% всех собственных запутанных пар. Дальше я заранее знал, что я пропущу этот слайд. Тем более здесь математика. Я его полностью пропускаю. Закрыли лазейку. Постепенно закрыли лазейку, что не все фотоны регистрируются. А очень крутая лазейка, которую я хочу обсудить. Вот какая? Вот у Цайлингера, только что упомянутого. Были в опытах генераторы случайных. Квантовые генераторы случайных чисел. То есть переключения были ни от чего не зависимы. Внимание! Квантовые генераторы случайных чисел. Они сами управляются квантовой механикой. А мы же проверяем квантовую механику на скрытые параметры. Что если они там? Что если эта случайность тоже контролируется скрытыми параметрами? Это подрывает выводы из эксперимента. Очень скромная корреляция. Даже не о полной управлении. А небольшое совместное знание между скрытыми параметрами в момент создания пары и положениями детекторов. Позволило бы воспроизвести по шпаргалке. Воспроизвести, нарушить неравенство Белла. То есть как бы шпаргалка чуть-чуть усиленная каким-то общим прошлым. Но это конечно, что значит корреляция? Должна быть причина в общем прошлом чего? Момент создания запутанной пары и выбора положения детекторов. Лазейка закрыли очень красиво. В 2016 году больше 100 тысяч человек по всему мере играли в специальную компьютерную игру. Цель ее была произвести как можно более случайный набор нулей и единиц, которые шли на управление детекторами. Ну то есть неравенство Белла нарушались. Ну то есть о чем говорит? Что если все-таки электроны несут с собой свои свойства, то значит какая-то общая причина должна во-первых беспокоить их сфериментаторов в Инсбруке. Их на них повлиять. Их должна была заранее повлиять, забраться в мозг этим 100 тысячам случайно выбранных людей и каким-то образом управлять их волей. Ну мы правда в это не очень верим. Но на всякий случай в 2018 году уже довольно недавно сделали вот что. Использовали свет от двух квазаров на огромном расстоянии от Земли, причем в разных направлениях. Случайные характеристики света, какие-то, не знаю, приходящие сейчас, используют для выбора между различными направлениями. Оказалось, что неравенства Белла нарушаются. Если шпаргалка все-таки есть, если электроны все-таки несут свойства с собой, они не возникают магически на расстоянии. То должна быть общая причина в общем прошлом двух квазаров. Пришлось учесть даже расширение Вселенной. Вот этот световой конус прошлого, а это уже близко к большому взрыву. Короче говоря, общая причина должна была начать действовать никак не позднее, чем 13,5 миллиардов лет назад. Вскоре после большого взрыва. Только для того, чтобы какие-то там люди в Вене, чтобы их обмануть. Ну, в общем, нужно быть окончательно сторонником теории заговора, чтобы продолжать настаивать на том, что электроны несут свои свойства с собой. Нет, не несут. Вещи не обладают всеми своими свойствами, пока этими свойствами не поинтересовались. Квантовые объекты нарушают локальность. Мы не знаем, что происходит в трехмерном пространстве. Мы не понимаем. Это дополнение к тому, что было. Что такое измерение? Происходит ли коллапс? Если да, то по каким законам? Что вообще значит это измерение? Как электроны о нем узнают? Если нет, то почему так удобно считать, что да? И вообще, вот это хороший вопрос. Квантовая механика отлично работает. Но вообще, это что такое? Мы что открыли? Хотим ли мы понять, что и как существует в том пространстве, где мы живем? Вот давлеющая логика, идущая от Бора, от Гайзенберга, у нас, от Ландау и от многих других. Более-менее все до 60-х годов говорили. Заткнись и вычисляй. Там же что произошло? Это занятие физики было эзотерическим знанием. Ну, изучал резерв фортатом. Ну, открыл ведро. Ну, вам-то что с того? Прошло сколько-то лет, а мог бы изучать классическую немецкую филологию. Правда? А вдруг выяснилось, что эти люди бомбу могут сделать. Туда пришло в сотни, после Второй мировой войны, в сотни раз больше людей в эту физику. У них была куча заданий. Вычисли это, вычисли то. С какой силы долбанет. Сколько будет лица энергии. Как это передать. Количество возможностей, поле исследования расширилось колоссально. Этим людям вообще было больше некогда этим заниматься. Это тоже повлияло на то, что вообще на это не обращали внимания. И лишь единицы, совершенно такие отстегнутые белые вороны. Эйнштейн, Шрёдингер, Бонг, которого я не упоминаю. Интересная история. Эберет и Небелл, конечно. Ну, и некоторые позже. Стали заниматься тем, что называется интерпретацией квантной механики. Я только две, наверное, успею рассмотреть. Чтобы это попытки примирить. Как-то объяснить. Подождите, пожалуйста. Вот при всех этих странностях. А вот все-таки там, где мы живем. Там что происходит? И вообще имеет ли об этом спрашивать. Радикальный подход называется кьюбизм. Не кубизм, а кьюбизм. Кью значит квантовый. Буква Б сначала означала байсовский. Потом они сказали, нет, давайте лучше она будет ничего не значить. Вот. Просто кьюбизм. Они вообще очень радикальны. Они говорят, ребята, вы только не думайте, потому что вы квантовая механика. Описывает объективную реальность. Волновая функция не описывает природу. Это прямо в науке обсуждается. Вообще трудно поверить. Но они говорят, что это будущее квантовой механики. Они очень полны собой. Говорит только об опыте наблюдателя. Квантовая механика описывает не объективный мир, а личный жизненный опыт агента во взаимодействии с миром. Волновые функции нереальны. И они не описывают физические системы. А это как бы записная книжка агента. У каждого своя волновая функция. И вот этим они страшно гордятся. Квантовые вероятности, говорят они, вероятность вернулась с его первоначальному значению. В вероятности ввел Блес Паскаль, когда изучал азартные игры. Это просто ваша готовность поставить деньги и больше ничего. Это выражает степень вашей убежденности. Не надо про природу говорить соответственно с вероятностями. Вот. То есть удивительный отход от природы внутрь себя. И конечно ничего удивительного, что волновая функция коллапсирует. Что она скачком меняется. Потому, что получив новую информацию, она живет только у вас в голове. Вы в голове ее учитываете. Конечно она другая. И конечно не думайте даже, что измерение выявляет существовавшее до этого свойство. То есть что стул синий, что он был синим раньше. Ну не стул конечно, а квантомеханический объект. Нет. Любое измерение это вмешательство. Оно не выявляет предыдущего положения дел. Измерение это воздействие на мир, который создает результат. А если эксперимент не приведен, то результатов нет. У не приведенных экспериментов нет результатов. Поэтому пока вы ничего не сделали, не задавайте даже вопросов, что есть в мире, чего нет. А когда вы что-то увидели, вы только говорите, я это увидел, я это описываю, я это учитываю. Убежденность агента формируется через доступные ему знания. Это я вообще плохо понимаю, это я переписал как попугай. Много раз пытался понять, разных объяснений, так и не понял. По определению локальный процесс. Поскольку Аня видит один электрон, Яша другой, а Аня потом получает телефонный звонок от Яши. Яша ей сообщает, что он померил. Аня говорит, ну хорошо, почему ты отсюда... Я правда это место плохо понимаю. Реальности для различных агентов различаются. Ну и у каждого своя волновая функция. Я пропущу цитату. И правда надо дать им должное. У них нет никакой глупости типа классических приборов. У них так мир делится. Все квантовое, кроме самого наблюдателя. Вот я сам, я не знаю кто я. Я вот субъективный. Я не знаю кто. Я не могу себя описывать как квантовый объект. Все остальное квантовое. Для меня вы квантовый объект. Для вас я квантовый объект. У каждого своя волновая функция. Не вполне ясно чем обеспечивается успех оракул. Есть у каждого своя волновая функция. Почему так успешно квантомеханик? За счет чего выводы разных наблюдателей все-таки часто согласованы. Ну и им правда сложно ответить на вопрос, почему горит солнце. Там квантомеханический эффект. И в общем если их логинку провести до конца. То они вынуждены сказать чуть утрируя. Солнце горит потому, что мы ожидаем, что оно будет гореть. Потому что мы готовы поставить деньги на то, что оно будет гореть. Вторая самая известная вещь. Это Эверетовская реализация. Много миров. Волновая функция, говорит он. Помните, что волновая функция? Такой список возможностей. И проблема в том, что значит, когда она редуцируется. Когда она схлопывается. Коллапс происходит. Это описание мира. И мир полностью ей отвечает взаимностью. Волновая функция наша все. Даже круче, чем Пушкин. И мир тоже очень любит волновую функцию. И все возможности в ней реализуются. Не то, что одна, а остальные куда-то исчезают. Просто они в разных вселенных оказываются. Просто по числу возможностей. Каждый раз, когда что-то измерили, вселенные делятся. Вот у вас были две возможности. Спин вверх, спин вниз. Вы как бы подошли с прибором Штерна-Герлаха к этому. Измерили спин вверх. А спин вниз куда делался? Да никуда не делался. Другой вы, копия вас, другой вселенной осталась со спином вниз. Не спрашивайте меня, где эти вселенные. Нет, это вопрос нельзя задавать. Я могу его немножко прокомментировать вслед за этими людьми. И это очень популярная среди многих концепция. В каждой отдельной вселенной наблюдатель остается с каким-то одним результатом. И дальше вот эти делящиеся вселенные разделяются и почти никуда не сходятся. Отсюда вот этот мем, что есть где-то куча чего, где миллион копий меня, который немножко по-другому почесал ухо, немножко другую зарплату получил в какой-то момент, немножко по-другому женился, еще что-то сделал и так далее. Ну вот, я немножко утрирую, но вот такая вот многомировость. Многомировость. Many worlds. Там нет ни проблемы коллапса, ни проблемы измерения. Есть свои проблемы. Не очень понятно, когда именно она делится и на сколько. Не очень понятно, по какому базису. Это довольно сложные математические проблемы. И главное, им правда очень трудно объяснить. Для них все реально. Для них и это реально, и это реально. Только в разных вселенных. Им довольно трудно математические... Они не постулируют правила Борна. Ну, мы же знаем, что правило Борна работает. Им довольно трудно вывести, что эти вещи нужно воспринимать как вероятность. Это прям большая проблема. Есть новый закон природы. Есть еще одна интерпретация, которая говорит, подождите, подождите, подождите. Ну, квантовую механику придумывали же когда-то. Ну, придумывали. Ну, может быть, просто недопридумали? Может быть, наметили коллапсы? А может быть, он объективно происходит в природе? Может быть, есть такой закон природы? И они сказали, отлично, мы сейчас постулируем закон природы. Вы можете потом пытаться в опыте проверить, но смотрите. Волновая функция каждого электрона коллапсирует в среднем раз в 200 миллионов лет. То есть, ждать пока, глядеть на один электрон и ждать, пока это случится, занятие довольно безнадежное. Коллапс – это сужение пространственной области, где волновая функция отлично от нуля. Прямо как бы ее вырезают, как бы стакан ставят такой, как стакан на тесто. Вот, было что-то размазанное, раз – вырезали. Но размеры 10 минус 5 сантиметра. Это происходит случайно, но вероятность, но почему вероятность? Это постулируется. Вероятность выше там, где электрон мог бы быть обнаружен, если бы делалось измерение. То есть, глядя на его волновую функцию. Но никакого измерения нет, не предполагается. Коллапс происходит спонтанно. Нет проблем измерения коллапса. Дальше такая история. Как только вы приносите к вашему маленькому электрону большой прибор, вот в нем-то он на некоторое время пытается остаться в смеси. То есть, у электрона было две возможности, вот такие. И как бы есть две копии прибора, вот он еще не решил, он тоже находится в смеси. Один вот это, вот это. Но в приборе число абагадра действует 24 этих самых электронов и всего остального. Какой-то один из них не будет ждать 100 миллионов лет. В n раз меньше времени, если у вас есть n штук. Какой-то сколлапсирует за, там, это они считают, за 10 минус 16 секунды. А дальше запутанное состояние устроено так же, если какой-то сколлапсировало, то все сколлапсировало. То есть, на самом деле, чтобы один какой-то приобрел, испытал вот этот вот физический коллапс, его волновая функция сузилась. А дальше, я пытался в книжке это писать подробнее, так яснее. Ну, потому что все-таки нужно что-то выписать, типа формулы, условно. Вот, значит, ну, хотя бы словами ее объяснить. Значит, две ветви в одной из ветвей умножается на ноль, и уже не важно, что остальные не сколлапсировали. Остается только одна ветвь, и остаются все наши обычные приборы с одним-единственным положением. С нажатым или не нажатым кнопкой в этом кликере и так далее. Остается, конечно, нелокальность. Не очень ясно, когда вы врезаете в волновой функции что-то, куда девать остатки. И не очень ясно, как у вас с законами сохранения. Я пропущу это, это очень здорово, но долго. И скажу, что есть еще спекуляции. Вот это мое отношение к спекуляциям. Ну, то есть, там есть спекуляции двух сортов. Для коллапса волновой функции нужно сознание. И сознание коллапсирует волновую функцию. Это не мейнстрим. Мы вообще-то думаем, что квантомеханика была приложима и крайней вселенной тоже, когда никакого сознания не было. Поэтому я это пропускаю. Есть вторая серия спекуляций. Что коллапс волновой функции нужен для работы сознания. И тут, между прочим, сэр Роджер Пенроуз. Предыдущий лауреат Нобелевской премии, конечно, не за это. За совсем другие вещи. Сэр Роджер Пенроуз отличается способностью, при том, что он гениальный ученый, вообще не имеет никакого зазрения, как, не знаю, каких-то там стеснений, высказывать самые кретинские идеи. И он делает это блестяще. И некоторые из них абсолютно классные. Он супер много чего сделал. И даже получил Нобелевскую премию прямо очень за дело. Но он продолжает, значит, генерить в том числе и какие другие идеи. Ну, тоже британский вполне такой способ жизни. Вот. Он, значит, говорит, что, во-первых, нам нужно для работы сознания. Во-вторых, коллапс, вот тот самый объективный коллапс, возможно, вызван гравитацией. Все. Все. Больше про это нет. И я просто люблю Уиллера. Он у меня там в книжке фигурирует довольно много. Не то, что даже это интерпретация. Уиллер. Это последний слайд. Уиллер сказал про то, что называется participatory. Universe. Participatory. Как это? Ну, это музейный термин. Партиципационная. Партиципационная. Партиципационная вселенная. Это примерно вот такое вот. Значит, что вселенная замешана вообще на информации. И это последовательная информационная структура. Знаете, есть игра. Там 20 вопросов. Вы должны сказать, да, не большое, не маленькое. Живое, не живое. Прыгает, не прыгает. Там зеленый. Они довольно быстро выясняют, что это там спичечный коробок. Или наоборот Эйфелева башня. Там за 10, за 20 вопросов. Вы довольно быстро приходите к цели. Теперь представьте, что кто-то во вселенной задает такие вопросы. А вы отвечаете абсолютно рандомно. Да, нет, нет, да. Вот в абсолютно случайном порядке. Вот вселенные развились. Это прекрасный человек. У него тоже большое количество. У него суперские ученики. Но, значит, вот тоже вот есть такое количество идей. Но они такие, философские. Во вселенной развились такие структуры, что как бы вы или кто-то не отвечали рандомно, вы никогда не придете к противоречию. Не обязательно будет ответ на один из этих вопросов. То есть вселенная такая логичная внутренне состоятельная информационная структура. Вот это вот здесь как бы изображено. Вот она начинает развиваться от чего-то там типа большого взрыва. Потом появляемся мы. Задаем, способны задавать вопросы. И мы оказались в той вселенной, где никакие, где любые вопросы, которые мы задаем, они логически осмыслены. Главная тайна квантовой механики. Что реально? Что происходит? Я цитирую специалистов по этой области. Немалая доля накала. В многочисленных дебатах по поводу оснований квантовой механики это вот оно. Что происходит? Что такое измерение? Что вот это? Как они разговаривают на расстоянии? Порождена, как кажется, ожиданиями, что одна единственная идея должна обеспечить полное решение. Когда этого не случается, когда удается достичь прогресса, но остаются и нерешенные вопросы, мы порой пренебрегаем возможности, что идея, лежащая в основе этого прогресса, может представлять собой шаг в правильном направлении, хотя для достижения цели и требуется больше, чем одна идея и один шаг. Это все спасибо. Это повод нам сегодня встретиться. А это все-таки короткое резюме сегодняшней лекции. Ну и ответ все-таки не кошка и не луну. А с остальным будем разбираться. Я прошу прощения, мы немножко пересидели. Ну буквально там 3-4 минуты. У нас может быть есть время для небольшого количества вопросов. А если у них будет 4 детектора? По два кресла на кресле? К одному электрону нельзя применить больше одного. Есть другая задача, где вы 3 электрона запутываете, рассылаете, это экспериментально очень трудно сделать, не сделано. Но там для нарушения аналога неравенства Белла не нужна даже статистика. Вот здесь немножко напрягает, что вам нужно собрать статистику, что один эксперимент ничего не решает. Вам нужно найти средний с достаточной, где неравенство Белла нарушается, с достаточной убедительностью. А вот когда 3 электроны разлетают, очень трудно сделать. Там прямо вот один раз померили и видите, что они не могут нести с собой, квантомеханика запрещает им нести свойства от рождения. То есть они не могут, электрон не могут договориться. Но это нужно 3, и вы ставите 3 детектора в разных местах. По два детектора на один электрон нельзя, спин нельзя измерить вдоль двух различных направлений, вдоль любого, но только одного. А можно еще вопрос такой? Мы понимаем, что все-таки в момент рождения этой запутанной пары, электрон начинает распространяться. Мы предполагаем, что в каких-то направлениях разных, условно вероятность на процесс. И в моментах детектирования это какой-то момент во времени. Соответственно, он происходит одновременно. А как быть, если, например, детектировать состояние одного электрона в один момент приедет, а вторую в себя какое-то время. Продолжает лететь. Отличный вопрос. Так и делают. Ну, кого-то, смотрите. В кого-то. Нет, нет. Вот-вот. Как только Аня задетектировала здесь, Яша может, если ему позволяет его экспериментальную установку, пойти попить кофе, а потом измерить. Фактор времени учитывается. Да-да-да. И он сто процентов, если он, конечно, ни с кем не разговаривает, то он сто процентов измерит ровно противоположно, если у него оси повернутые. Фактор времени. Удивительная вещь. Там неважно, какой первый, второе окажется согласованным. И неважно, какой между ними расстояние. Понимаете? Это удивительная нелокальность. Она, во-первых, только для избранных и для тех, кто сначала был в тесном контакте. Вот они обняли друг друга в момент рождения. Ну, как супервлюбленный. Но не Яша и Аня. То есть, это вопрос или кто? К электронам, да. И вот они разошлись. И все. И вот они теперь запутаны. Есть только они ни с кем другим по дороге не провзаимодействуют. Это раз. И два. Вот это их свойство не убывает с расстояния. Вообще не убывает. Там есть другая, конечно, проблема. Потому что, как только кто-то летит, он начинает взаимодействовать с остальным миром и тоже запутывает. Вообще запутано все. Поэтому любое взаимодействие в той или иной форме запутывания. Просто люди, которые этим занимаются, у них задача запутанный парень не дать запутаться ни с кем еще. Это ровно задача квантового компьютера. Сложности с технической реализацией квантовых компьютеров ровно такие. Квантовые вычисления. Это манипуляции с запутанными по очереди кубитами. То есть, это спиновое состояние. Спин вверх, спин вниз. Я объяснил, почему он в бесконечного раз мощнее. Потому что он сразу все возможности несет в себе. И там проблема просто в том, что ему нужно не дать запутаться с остальной Вселенной. Поэтому, если вы это не дали, то фактор времени никакого значения не имеет. Если его каким-то образом волшебным изолировали от остальной Вселенной, Никто там ему дорогу не пересек и никакой другой электрон с ним не произнести. У нас тут фигурирует только вероятность на истории, а время не фигурирует. Ни время, ни расстояние. Отличный вопрос. Спасибо. А если он с позитроном столкнется? Значит, он отдаст позитрону часть своей запутанности. Самый простой пример запутанности. Хорошо, что позитрон упомянули. Вы берете два фотона, аннигилирует или что-то в электронный позитрон. Наоборот, не аннигилирует, а рождается электронный позитрон. Рождается со спином 0. То есть, известно, что сумма спинов того и другого всегда 0. Неважно, вдоль какого направления вы измерили. Вот они уже запутаны. То есть, просто запутанность – это довольно общее место. Это результат законов сохранения того, что в взаимодействиях вещи не берутся случайными и так далее. Так что позитроны могли бы участвовать. И, может быть, электрон с позитроном запутывать. Но как только вы кого-то двух запутали, появляя их что-то третье, запутанность начинает перераспределяться. И пока их еще три, вы можете ее математически контролировать. Когда их столько, сколько в нашем окружающем воздухе, все, запутанность разобрелась по всей Вселенной, и вы не в состоянии за нее следить. Это, это, это не тема сегодняшней лекции. Это способ, каким возникает классический мир по мнению многих, в том числе чувака, которого я цитировал в конце. Вот мы большие и однозначные, и лишенные вот этой ерунды запутанной возникаем потому, что запутанность распределяется и расползается по огромному числу участников по всей Вселенной. А пока все вот, всего мало, и все так классно видно, вот удивительные свойства. И они как бы, мы их удивительно, что мы умудрились их проверить. Мы экспериментально их проверили, неравенства Белла нарушаются. То есть, это прямо, это прямо big deal, большое, большое такое достижение. А что получается, что информация, сколько бы у вас, скорее скорости света? А, я этого не говорил. Противоречие же, сын, это так нет. Нет, я этого не говорил. Смотрите, на этот счет, люди же об этом все время сейчас думают. На этот счет есть, никакой сигнал, несущий информацию, не передается быстрее скорости света. Вы не можете использовать запутанность для сверхсветового радио. Почему? Потому что вы не властны, потому что у вас эндотерминизм. Потому что Аня не знает, увидит она вперед или назад спин. У нее нет способа повлиять на вперед или назад. То есть, как бы она нажимает на клавишу, а на экране зажигается вообще некоррелированная вещь. Это не способ передать информацию. Но, некоторое квантовое знание, корреляция, да, распространяется быстрее света. Существует не в пространстве времени, а в какой-то кротовый нарез, в больше или меньше условно соединяющие два электрона. Кто во что гораст. Но мы вынуждены признать, что, может быть, мы пространство времени плохо понимаем. Может, оно действительно устанавливает какую-то связь типа кротовой норы, но только такую. Доступно только этому. Может быть. Я этого ничего не говорил. Вот я так уже в порядке спекуляризма. Знаете, когда там политики говорят? Вот это вот не цитировать. Вот. Вот. Значит, ну да. В общем, в неком роде быстрее света. Но это нельзя использовать для сверхсветового радио. А если вот Аня... Сейчас, сейчас. Другие вопросы еще есть. Просто в связи с этим. Да, маленький. Во-первых, спасибо большое за лекцию. Вот в связи именно со скоростью света у меня все время в голове такая мысль фоновая. Чисто теоретически. Не в связи с экспериментом. Потому что я не знаю, какие там были задержки временные. Чисто теоретически. Ведь если мы говорим про противоречие с теорией относительности, мы должны сказать, стоп. Подожди. Правда, механика теории не будет. Искры. Мы должны в рамках классную теорию осматривать. А там нет волновой функции двух электронов. Там тоже есть. Там... Это хороший. Это хороший вопрос. Это отличный вопрос. Значит, консенсус такой. Вот запутанность не нарушает причинность. Причинность, понимаемую как в теории относительности, она ее не нарушает. Она не... Из нее нельзя сделать непричинную связь за пределы светового конуса. То есть, как бы это выразиться. Мы описываем квантовую механику. Иран Шрёдингер. Ну, потому что нам так удобно, как не релятивистскую. Ну, электроны существуют. Им наплевать на то, как мы ее описываем. И вот когда они предъявляют запутанность, мы ее измеряем. Мы ее как-то объясняем по Шрёдингеру. Пожалуйста. Ну, потому что нас это вполне устраивает. Но они сами при этом не наделены какой-то способностью, возможностью нарушить что-то из того, что мы знаем про причины с теорией относительности. Ну, вот в этих экспериментах задержки были меньше, чем нужно свету на этом расстоянии. То есть, вот это как бы... Ну, они были разделены пространством с подобным интервалом. То есть, они были, ну, не сразу, а вот там лет через 15, после начала, побеспокоились о том, чтобы до световой сигнал в принципе не мог дойти. Побеспокоились об этом. Но, повторюсь, консенсус состоит в том, что это не бросает прямой вызов теоретам. Хотя Эйнштейн, конечно... То есть, это решилось худшим для него образом. Вопрос со скрытыми переменными, которые он инициировал скрытыми параметами, решился худшим для него образом. Он не любил нелокальность, а оно вот все-таки нелокально. У него есть какой-то нелокальный... Квантовая телепортация, о которой я не говорил, может быть, стоило бы в следующий раз, если буду где-нибудь рассказывать, чем надо будет пожертвовать. Квантовая телепортация использует этот нелокальный ресурс, но тоже не позволяет быстрее скорости света ничего передавать. Из теории струн. Есть какие-то варианты, в каких-то вариантах теории струн, что оттуда сразу же вытаскиваются вот все вот эти свойства? Неизвестно. Мне про это ничего не известно. Думаю, что нет. Потому что это вещи, как бы сказать, они такого мировоззренческого порядка. Это должно иметь место в любой квантовой теории. Да, если у вас там сильные поля, там рождение частиц, квантовая теория поля в какой-то экстремальности, у вас там много чего там кипит при этом. Но это не отменяет того факта, что вот в приближении, когда у вас все в нашем таком мире, где есть отдельные электроны, а не кварт-глионная плазма, там вот эти эффекты происходят. Они не связаны с конкретной... Я говорю электрон, 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 потому что на самом деле опыты делали для фотонов, для атомов, для ионов делались, и для каких-то тяжелых ионов замороженных делали. В общем, это было тоже некое достижение. Там было удобно, что они никуда не улетают быстро. За ними там была стопроцентная регистрация. Зато их нужно было замораживать, чтобы у них там степень свободы. Ну, очень сильно к абсолютному нулю. Это не связано с конкретной реализацией, с конкретной системой. Это мировоззренческие свойства скорее об устройстве мира, но только непонятно где. Квантомеханика, как мы ее видим, не происходит в физическом пространстве. Где непонятно. И как они между собой... Через что они между собой обмениваются? Как они свистят друг друга и второй слышат? Тоже не очень понятно. Вот мы узнали, что это факт. И Нобелевская премия показала, что это тренд сейчас. Ее дали вот только что. Наверное, будет что-то еще. А может быть и не будет лет 15 ничего. Никто не знает. Вопрос по поводу последней теории, которая прозвучала в лекции, касающейся, что возможно сознание ученого формирует... Да, человек. Да, наблюдение. Я это отношу к области спекуляции. Я от нее... Я сказал. Я даже оставил незаполненные боксы. Это, с моей точки зрения, спекуляция. И это и мейнстримовская... Это не мейнстримовская теория сейчас, в общем. Это... Большинство людей считает это спекуляция. Оно было популярным. Люди не без пользы обсудили имеющиеся там возможности. И, в общем, ее отвергли скорее по причинам даже отчасти внутренне логическим. Но подробностей я для вас не могу воспроизвести. Вот, да. По поводу самого... То, что меня лично больше всего волнует, да. Я спокойно живу с вот этой самой враждой, да. Как бы лично свое восприятие рассказываю. Но вот с индотерминизмом, скажем так... То, что меня лично больше всего беспокоит. С учетом того, что я сам читаю лекции по квантовой механике студентов-теоретиков в университете. Вот. И... Мой, как бы, внутренний ответ, да. Который я не говорю студентам, потому что это не... Как сказать... Наверное, нигде не написано или где-то написано. Но я не видел это в таком виде. Да. Что измерение — это взаимодействие нашей квантовой системы с большой системой, да, которая является классической, у которой много переменных. Эти переменные мы не контролируем. И прибор — это такая классическая система, которая обязана выдать нам вероятности в соответствии с тем, как устроена квантовая система. Но сам выбор совершает ее как бы скрытой. Ну, не скрытой, да. Переменные — это большой. Ландау-Ливш. Ландау-Ливш. Ну, в Ландау-Ливш это написано примерно. И это... Внимательный анализ показывает, что это... Высказывание содержит внутренние противоречия. Ну, и кроме того, в любом случае непонятно... Смотрите, смотрите. Значит, очень коротко на это вот есть следующее возражение. Прибор Штерна-Герлаха, мысный эксперт, может сделать с одним протоном. У вас висит протон. Если он прошел сверху, то протон подвинулся вверх, и потом ударился уже в верхний экран. Там пятно или туда, там через фотоумножитель ток потек. Электрон прошел снизу после прибора Штерна-Герлаха. Значит, у него спин вниз. Протон из-за этого сдвинулся вниз. У вас регистратором является один протон, один. А вовсе не большой прибор. И это прямо вот... Осознание этого факта, оно прямо подрывает рассуждение о том, что когда у меня большой прибор, где я не контролирую, то он каким-то образом... А, еще. Значит, тут же люди... Вовсе надо расходиться. Тут же люди... Вот еще чем пугают. Они говорят, что если, например... Интересно проверить, коллапсируют ли волновые функции, или не коллапсируют. Есть двух человек с большими объектами. Там по много атомов. Они сейчас уже умеют, там и фуллерен уже умеют, и что-то еще. И они клянутся, что они обещают, что каждый год будут удесятерять количество атомов. Это значит, что через какое-то количество лет они дойдут до... Как эти называются? Да, да. Нет. Вот это вот. Вот это вот. Тихоходка. И они смогут тихоходку то ли пустить, то ли не пустить в состояние кошки Шрёдингера. Может быть... А тихоходка же... Там нужно было абсолютно нуля охлаждать. А тихоходки это выдерживает, как известно. Это такие удивительные чувства, которые там в космосе живут. Ну, на орбите. Снаружи на МКС живут, и потом там не все дохнут. Вот. Это, ну, как бы, почти хохма, но не хохма. Вот туда дело движется, кто знает. Через пять лет, может быть, что-то будет. Но если есть теория объективного коллапса, то тогда большие не должны коллапсировать. Как-то недостаточно большой... То есть, с ним не должно быть интерференции. Он должен... Он не должен... Ну, мы должны увидеть границу. Когда у нас появляется достаточное количество атомов, а не нужно ждать 100 миллионов лет, и мы видим, что он сам сколлапсировал, что у нас нет интерференции в двухчелевом эксперименте. Здесь мы кидаем туда тихоходок, приготовленных таким вот образом. Еще вопросы. Давайте, надо заканчивать, потому что поздно. А вот кто еще не спрашивал? То есть, получается, детектор никак не влияет на гвантовую систему. Детектор? Это хорош ген. Смотрите. Это дело просто в том, что мы не можем измерить переменную до того, как мы ее измерили. А непоставленные эксперименты... У меня сейчас жуткая смесь из меня выходит, потому что мне трудно понять, в какой логике я нахожусь из того, о чем я рассказывал. Но, в общем, непоставленные эксперименты не имеют результатов. В этой логике приходится так говорить, что взаимодействие с детектором, любое измерение – это взаимодействие и воздействие на систему. Оно придает системе какие-то свойства. Но мы не понимаем, почему... Вот мы только что это обсуждали. Почему магическая роль большого прибора? Почему большой не должен подчиняться квантовой механике? Как электрон, который не видит всего большого прибора, а видит другого своего собрата и, может быть, трех еще, чувствует по взаимодействию. И все подчиняются уровню Шрёдинга. Почему они вдруг решают перестать подчиняться уровню Шрёдинга и коллапсировать? Просто по-прежнему ответов ясных нет. То есть прибор что-то делает, но мы, правда, не очень понимаем, почему. Если объективный коллапс есть, то да, понимаем, почему. Потому что кто-то объективно коллапсирует дополнение для такого, а в природе их дофигища. И кто-то из них сколлапсирует, утянув за собой всю картину, потому что электрон уже вступил в взаимодействие с прибором. Давайте, пожалуйста, все остальные вопросы в личном порядке. А сейчас я предлагаю вам задать небольшой вопрос. А какие у нас? Дай медаль. А? Дай медаль. То же самое, как у меня там парень спросил. А вот про... кто первый спросил про вы, про элективистскую? Про время? Про... Ну, вы знаете, я уже... У меня... В общем, я всем отвечал... Да, да. Вот. Вот. Значит, я от имени Планетария имею честь, имею честь вручить вам этот настоящий, настоящий мусорит. Спасибо. Спасибо. И вот тут даже есть сертификат. Подлинность. Вот. Спасибо. Не квантовый, а настоящий классический сертификат. Вырожденная версия. Да, да. Спасибо огромное. Еще у нас в зале есть победитель нашего конкурса ВКонтакте. Да. У нас для вас есть книга. Автора, который здесь случайно оказался. Да. Спасибо. Да. Я могу еще подойти. Ну, а мы, по-видимому, закончили, да? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...